Средневековый замок, королевская усыпальница, величественная храма и деревянная церковь, которую воздвигли без единого гвоздя. Идеальный европейский городок с изысканной архитектурой и богатой историей. Сегодня мы продолжаем знакомиться с королевским городом Жолквой. Жолква Жолква – моя маленькая родина, мой родной городок. Несмотря на то, что он маленький и по нему можно пройтись пешком или объехать на велосипеде за довольно короткое время, все же он поражает своей архитектурой, своими уютными улочками и приветливыми людьми. Те, кто еще никогда не был в Жолкве, им обязательно стоит приехать и посетить наш городок. Потому что все, кто здесь уже побывал, оставляли приятные отзывы об этом городе. Поэтому я искренне приглашаю к нам в Жолкву запасаться положительными эмоциями. Жолква Жолква – замечательный город для отдыха, стены старинного замка, башни, музеи, рыночная площадь. Кроме того, здесь есть возможность посетить и осмотреть уникальные храмы, которые охранят дух города. Особого внимания заслуживает деревянная церковь Святой Троицы, которая вместе с другими деревянными храмами Карпатского региона была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Это деревянная церковь Святой Троицы. Она была построена в бывшем пригороде Жолква в начале 18-го столетия. Построена она на средства прихожан, а также королевича Константина, и строили ее, так сказать, для бедного населения, потому что в центральной части обычно жили более богатые люди, а в предместе селились и жили люди победнее. Поэтому церковь для них строилась более простая, деревянная. Церковь уникальная. Прежде всего, ее уникальность в том, что здесь очень интересный исторический иконостас. Она также, по преданиям, построена без единого гвоздя. Бытует мнение, что такая срубная конструкция позволяла возводить церковь без применения гвоздей. Уникальное деревянное трехсрубное здание с крипичной достройкой, ризницей, белокаменное обрамление окон и портал были перенесены сюда из разобранной башни замка. А если еще вспомнить, что эта церковь построена без единого гвоздя, то понимаешь, какая она ценная и особенная. Субтитры создавал DimaTorzok Димания заслуживает иконостас. У него пять ярусов, пятиярусный, и расписан местными мастерами. Когда-то у нас при церкви отцов Василиан была школа иконописи Ивана Рудковича. Здесь занимались изготовлением иконостасов и были в Украине самые лучшие в своей сфере. И слава Богу, в этой церкви сохранился уникальный образец их работы – это иконостас. И, конечно же, самое главное чудо этого храма – все-таки монументальный, яркий, позолоченный, возведенный в стиле барокко иконостас. Произведение Жолковской школы живописи и резьбы по дереву. Он изготовлен из липы, его декор имеет глубокую резьбу, которую исполнил Игнатий Стабенский. Пятиярусный иконостас насчитывает приблизительно 50 икон. В иконописи воплощен новаторский поиск. Лики святых наделены элементами украинского типажа. Если присмотреться к иконам, то Иисус и Мария кажутся не просто живыми, а похожими на галичан, с немного овальными формами лиц, мягкими славянскими чертами. Можно увидеть в резьбе очень много виноградной лозы. Это символ Христа и христианства. Здесь также интересные царские врата. Каждая икона – это произведение искусства. Его можно рассматривать очень долго, а их здесь немало. Каждая деталь резного иконостаса достойна вашего внимания, поэтому для того, чтобы хорошенько рассмотреть храм и снаружи, и внутри, нужно чуть больше времени. Эту же мчужину деревянной архитектуры Прикарпатия, когда будете в Желкве, обязательно стоит посетить. Услышав первое впечатление тех людей, которые путешествуют, то они говорят, что мы в Европе. Это необыкновенная архитектура, рыночная площадь, замок, ратуша. Таких городков в Украине очень мало, таких, как наша Желква. Тех, которые так хорошо сохранились и с таким интересным историческим прошлым, с архитектурой и вообще с таким духом, которые властвуют здесь. Приглашаем всех к нам в гости. В нашем городе можно прогуляться по разным улочкам, провести хорошо время с друзьями, посмотреть на разные памятники истории, поэтому приглашаю всех к нам. Уникальное средневековое планирование города создает неповторимую атмосферу, и у каждого здания в Желкве есть своя история. Когда-то первые этажи каменных сооружений, которые расположены вокруг рыночной площади, преимущественно занимали магазины и ресторанчики. Теперь в этих зданиях также расположены кофейни и небольшие сувенирные магазинчики. Только здесь можно приобрести эксклюзивные местные сувениры. Какие именно? Давайте зайдем и посмотрим. В Желкве жил венецианский купец, и на фасаде своего дома он разместил небольшую скульптурку льва, которая является символом Венеции. Мы попросили скульптора, чтобы он слепил копию такого Желковского льва. Такой оригинальный, симпатичный Желковский львенок, который поселился на площади Вечевой 9. Это эксклюзивный сувенир. Такие продаются только у нас. Кроме скульптуры львенка, здесь есть немало интересных сувениров, открыток на любой вкус и кошелек. Вы обязательно что-нибудь себе купите, как воспоминания о Желкве. Крин, кроме подарков. Из сувениров, которые у нас продаются, мы еще готовим кофе по-восточному. Это давняя традиция приготовления кофе в турках на песке. Поэтому можно заказать кофе, посидеть на диванчике, все рассмотреть и что-нибудь красивое себе купить. Харне купете! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Приглашаю вас, приезжайте в Желкву, в этот уникальный ренессансный город, где сохранилось очень много интересных памятников культуры, памятников искусства. И здесь очень гостеприимные люди, которые всегда рады встречать гостей. Жители Желквы очень радушные люди. Они всегда расскажут вам о своем родном городе, покажут, где что находится и как туда попасть. Городок небольшой, поэтому все расположено совсем рядом. И все исторические памятники, и отели, и рестораны. Поэтому, чтобы пообедать, не обязательно ехать далеко. Попробовать местное блюдо можно в самом центре города. Приветствую вас! Если вы прогулялись по нашему городу и проголодались, то мы ждем вас у нас. Уютно как дома, вкусно как у мамы. Приглашаю вас. Презентуем вам наше фирменное блюдо «Свиной квартет». Здесь у нас и картошечка по-крестьянски, и нежные свиные медальоны, запеченные ребрышки под соусом «Тысяча островов», фирменная колбаска собственного производства. И все это очень хорошо сочетается с авторскими соусами от нашего шеф-повара. Поэтому у вас есть прекрасная возможность посетить наше заведение и попробовать это блюдо. А также еще много других вкусностей. Малый кейл. После вкусного обеда хорошо бы прогуляться. Гуляться в местном парке. Он находится за стенами замка, и попасть туда можно через Зверинецкие ворота. Это особое место. У этого парка такая же древняя история, как и у Жолковского замка. По рассказам, замковый парк был очень красивым. Но времена тогда были тревожные. При сооружении оборонительной линии парк был полностью или частично разрушен. Позже парк возродили и посадили здесь множество экзотических деревьев. Также здесь были и фонтаны, и беседки, и был королевский зверинец. Во время расцвета парка здесь росло более 700 видов разных растений, а теперь осталось только 70. Сейчас рассматривается возможность воспроизведения некоторых композиционных элементов древнего парка. Но и теперь вековые деревья и тенистые аллеи влекут нынешних горожан и гостей Жолковы отдохнуть в парке. Ведь это также историческое место и памятник садово-паркового искусства. Не обязательно быть с большой компанией, чтобы хорошо отдохнуть в моем городке. Мне достаточно, например, быть рядом с самым дорогим человеком, чтобы прогуляться по своему городу и хорошо отдохнуть. Приглашаю каждого, кто желает, посмотреть на мой город и убедиться, что я права. Средневековый замок, королевская усыпальница, башни, оборонительные стены, монастыри, костелы, церкви, синагога. Богатая история и изысканная архитектура делают Жолкову одним из интереснейших маленьких городков Украины, где стоит побывать туристом. У нас очень красивый город и много замечательных памятников старины, так что приглашаем вас к нам. Жолкова – это город идеальный. Жолкова – это город уникальный. Жолкова – это город-памятник, город-музей под открытым небом, город под куполами. Приглашаем вас в Жолкову. Очень много впечатлений, хороших эмоций мы вам гарантируем. Добро пожаловать! Ждем в Жолкве! Путешествуйте по Украине, открывайте новые города и рассказывайте о них всему миру. Пусть каждое путешествие будет ярким и незабываемым. Банк, город-памятник, город-памятник, город-памятник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова